Вы смотрите телеканал Варианты. Я рада приветствовать в нашей студии музыканта-мультиинструменталиста, фронтмена фолк-бэнда Колокол Сергея Маленкина. Сергей, здравствуйте. Добрый вечер. Сергей к нам пришел не с пустыми руками. Он к нам пришел с четырьмя билетами на концерт, который состоится 10 июня в 19.00. Сергей, за что будем давать билеты? За то, что люди нам позвонят, наберут номер и попадут в студию. Хорошо. Итак, первые два билета мы отдадим тому, кто первый дозвонится по телефону 44 40 47. Нужно всего лишь дозвониться, выйти в эфир, назвать себя. И два билета на концерт вашим. Концерт состоится 10 июня 2021 этого года в 19.00 в Максброе. Итак, мы ждем звонков. А пока, Сергей, давайте расскажем нашим телезрителям. Возможно, кто-то не знает, возможно, кто-то не слышал. Знают вас, но не знают фолк-бэнд-группу Колокол. Вот давайте про колокол. Кто, что, когда, как все начиналось? Начиналось все достаточно давно, наверное, уже лет 5 или 6 назад. Началось все с выступления на событийном празднике в городе Суздале. Тогда Олегу Васильеву предложили создать некую команду. Вот как раз под это событие сказали, что хотят от этого. То есть какой-то народный репертуар, чтобы было весело, забойно, вживую. Олег выполнил это пожелание заказчиков. И, собственно, вот оттуда, оттуда с этого праздника огурца, да, наверное, день огурца, наверное, все и пошло. Сначала была другая солистка, попробовали с ней несколько концертов, ну, потом как-то все поменялось, и пришла Оксана в качестве солистки и фронт-герл нашей команды. На тот момент любовь к фолк такой музыке, она вот только-только набирала обороты или уже была популярна 6 лет назад? Как это выглядело? Вообще вся музыка у нас как раз в группе выстраивается вокруг фолка. То есть как вообще происходит рождение новой музыки в нашей группе? Берется музыкальная тема. Часто это тема фольклорная. Мы даже используем экспедиционный материал, когда студенты или кто-то приходит к бабушкам, записывают нотки, записывают музыку. И потом мы берем этот материал, очень бережно его сохраняем и делаем аранжировки в нашем стиле. А наш стиль это фьюжн, смешение стилей. У нас есть рок, у нас есть джаз и, естественно, фолк. Фолк представляю я с балалайкой, с русскими народными духовыми инструментами. Оксана тоже умела, пользуясь своим голосом, она, то есть дает такие именно народные фольклорные интонации. Ну а наши золотые парни, это басист Дмитрий Бугаков, Станислав Федоров на клавишах и делают потрясающее просто обрамление всему этому. То есть это современно звучит, это звучит здорово, под это можно танцевать. То есть это не какой-то там рафинированный такой фольклор для узкого круга, а это именно как бы старые песни, по-новому звучащие. Ну вот, Сергей, вы не поверите, но, видимо, мы уже разыграли все четыре билета, потому что один звонок уже состоялся. Не смогли вывести в эфир, но тот человек, который дозвонился, его контакты записаны, поэтому два билета ваши. И один у нас есть на линии. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем. Алло, алло. Алло, алло, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Светлана. Светлана, я вас поздравляю, два билета на 10 июня на концерт фолк-бенда «Колокол» ждут вас у нас в редакции. Сергей, поздравите? Конечно, Светлана поздравляю и поздравляю того человека, которому тоже достались билеты. Так что подходите к нам во время концерта, скажите, Светлана, то есть это я вот та, которая выиграла билеты. Нам будет очень приятно. Итак, с нашими телезрителями, по крайней мере с четырьмя точно, вы уже встретитесь в Максброе в 19.00, но мы поподробнее еще обязательно поговорим о том, как будет концерт проходить, что и так далее. Просто хочется все равно поближе познакомиться непосредственно с самой группой. Если кто-то из музыкантов в группе не может работать и так далее, существует в этот момент группа или нет? Все шесть лет существовала группа или на какое-то время прерывали свою группу? Да, было так. Несколько лет назад с нашим барабанщиком Олегом Васильевым случилось несчастье, он попал в аварию, причем очень крепко, он даже был в коме. И в это время мы приглашали нашего перкуссиониста, он тоже играл с нами, но он сел за ударную установку, и мы сделали несколько концертов как раз в поддержку Олега Васильева. То есть да, мы работали так. Ну а в более мелких масштабах, да, бывает кто-то не придет на репетицию, вот без меня часто репетиции бывают, к сожалению, потому что загруженность большая, впрочем, как и у многих ребят. Но если, допустим, без баса, без клавиш тяжело обойтись, то, ну, балалайкой иногда можно пожертвовать. Так что, но на концерты мы все-таки стараемся выходить все вместе. А можно ли сказать, что кто-то является основным, главным и вот таким образующим вашей группы? Наверное, идейно нет. То есть если по саунду, по звуку, да, то есть многое зависит от баса, от ударной установки, но именно какие-то ключевые решения, такие человеческие, мы принимаем коллегиально, все вместе. У нас полная демократия, то есть когда мы хотим сделать какую-то музыку, у всех есть право слова, все его высказывают, мы что-то пробуем, что-то отметаем, что-то добавляем в музыку. Споры, ссоры в это время? У нас нет ссор. Все уже давно переросли, вот это вот, ну, наверное, вот это вот, ну, как возраст, что ли. То есть когда там люди ссорятся, кому-то чего-то доказывают. Нам не надо ничего доказывать, нам надо собраться. Если, допустим, мы собираемся на репетиционных базах, и вот эти два часа, два-три часа репетиций плотно посвятить, а каких-то спорных нет, такого нет. Я даже не припомню на том за все время. Как рождается какое-то новое произведение? Ну, вот, как я уже и говорил, берется тема музыкальная. Хочу открыть небольшой секрет. И в нашей новой программе «Бессонница», да и, впрочем, на протяжении всей истории нашего, так сказать, действия, время действия группы, мы играем авторские произведения. И автором многих-многих песен у нас выступает наш басист Дмитрий Бугаков. На самом деле, Дима очень талантливый поэт, очень тонкий музыкант. И мы много, да, играем. Наверное, 4 или 5 произведений точно у нас в программе есть. Причем, порой даже сложно людям, которые слушают нас, отличить, что это народное или ненародное. То есть, очень органично Дмитрий пишет свою музыку. Как много вообще произведений в вашем арсенале? Вот если, допустим, взять все произведения, которые есть, и устроить такой нон-стоп концерт, сколько времени займет? Это долго займет, наверное, часа 3, потому что какие-то вещи мы брали, делали, откладывали. Какие-то у нас в репертуаре сидят прочно с самого, так сказать, основания группы. Но я думаю, что более 50 у нас произведений есть вот именно таких авторских аранжировок. Ну, еще, как многие группы, мы пробовали играть, так сказать, кавера. Мы делали, да, кавера и на народную музыку, то есть, которую у людей на слуху и даже брали зарубежную. Мы играли Джексона, мы играли ICD, играли Битлз, то есть, ничего, не чуждо. ICD на балалайке? Да, да, именно на балалайке. Очень интересно. Вот новая программа «Бессонница». Что за программа? Почему «Бессонница»? «Бессонница». Не хочется все секреты открывать, но давайте что-нибудь расскажу. «Бессонница». Для того, чтобы человек захотел прийти в Максброй 10 июня, послушать. «Бессонница», потому что будет в программе песня, которая именно называется «Бессонница». И нам показалось, что действительно такое название концептуальное. Песня авторская, песня Димина. Мы ее играли на нашем сольном концерте несколько лет назад, и она людям, так сказать, зашла. Она им понравилась. Она необычная. Там есть такой сменный размер. Вообще она и по смыслу интересная. Причем мы постараемся донести именно смысл этой песни «Бессонница». Потому что, наверное, я уж не буду рассказывать про саму песню, но вот именно когда человек посещает какие-то мысли, какие-то творческие озарения, ему трудно спать. Вот как всякому художнику, музыканту, когда какая-то мысль приходит. И вот, наверное, вот здесь вот такой месседж, такой посыл, что именно не спите, не спите, творите. Кого ждем на концерт? То есть это какая-то определенная должна быть публика? Или эта музыка зайдет абсолютно всем? Вот кто ваш зритель, слушатель, поклонник? Я не побоюсь сказать, вот именно второй вариант. Она зайдет всем. Проверено. Под нее танцуют и дети, и взрослые. Просто нас нелегко услышать, потому что мы не так часто выступаем, как бы нам хотелось. Но практика показывает, что вот когда мы на каких-то открытых площадках или на крупных концертах выступаем, нет проблем со зрителями. Танцуют все, как говорится. И дети, и взрослые, и старикам нравится. Поэтому абсолютно... Ну, мы на концерт ждем. Усидеть можно, вот на вашем концерте можно усидеть? Да, пробовали люди сидеть, естественно, особенно там в первом отделении, когда мы что-то такое более спокойное играем, какие-то размеренные композиции. А уже к концу мы людей приглашаем, говорю, вставайте, ребята, вот даже между рядами, и такое было не раз. Даже кто-то перед сценой к нам выходил, ну а уж там на днях городов или на каких-то событийных мероприятиях сам Бог велел потанцевать с нами под наш ритм. Вот, Сергей, как раз сказали, что не так много выступаете. Год один был пандемийный, вот только-только закончился. Сейчас еще полностью ограничения тоже, к сожалению, не сняты. Вот каково оно вот эти уже полтора года, да, фактически в таком пребывать полуподвешенным, наверное, да, для артиста? Тяжело, вы знаете, да, тяжело и неприятно артисту сидеть дома и быть разделенным от своих зрителей экраном монитора. Мы за время пандемии записали такой клип, ну, наверное, многие музыканты это делали, и мы тоже пошли по этой стезе. То есть каждый у себя дома записывал перед компьютером, так сказать, за чашкой чая какую-то партию, потом все это дело вместе скреплялось, получался некий трек. И мы за пандемию записали такую тоже песню, в интернет ее выложили, люди там что-то писали, радовались. Да, но сейчас все-таки мы потихоньку выходим из этого, и, собственно, вот этот концерт «Бессонница» – это как такая веха, что вот мы снова с вами, дорогие зрители, приходите, мы есть, мы существуем, мы играем, так что… Вот выбор места. Вообще, насколько для вас важна площадка, та, где выступаете? Потому что, допустим, ресторан-пивоварня «Макс Брой» тоже, да, такая определенная площадка. Люди будут кушать, вы будете выступать. Вот ваши отношения? Потому что я знаю, там некоторые говорят, ой, не хочу, чтобы кушали, а я пел. Я не хочу, чтобы снимали, да, вот Мадонна, по-моему, не разрешает снимать на ее концертах, могу ошибаться, но кто-то вот из категорически, потому что через телефон не передается, надо смотреть на артиста. Вот ваше отношение ко всем этим? Если так подходить, то может быть, да, но у нас таких предрассудков нет. Мы можем и, ради бога, кушайте, пейте, что угодно делайте, да, показывайте друзьям, снимайте прямые эфиры. Нет, главное, чтобы небольшая площадка была перед сценой, чтобы, ну, действительно, люди... Обязательно было место, где танцевать, да? Да, конечно, потому что, ну, люди все равно будут танцевать, и мы, собственно, на это и рассчитываем, потому что, особенно третье отделение, по-моему, будет в трех у нас отделениях концерт, в третьем, ну, просто дискотека будет такая народная. И выбор места не случайно, потому что мы уже выступали в Максброе не раз, и знаем, что это за площадка с хорошими звукорежиссерами, с хорошей аппаратурой, и, собственно, мы спокойны вот именно по качеству звука и по качеству сцены. То есть хороший звук, хорошая сцена, площадка для танцев достаточно большая, ну, и вкусная еда тоже, да, Естественно, чтобы людям было весело не только музыку слушать, но и вкусно кушать. Ну, то есть после этого спать будут плохо, да, раз называется бессонница? Ну, я не буду желать, но лучше, когда какая-то мысль остается после, так сказать, общения с каким-то творческим проектом. Да, пусть люди немножко, хотя бы там пять минут не поспят. Каковы планы на будущее у фолк-бенда «Колокол», вот каковы, есть какие-то планы, ну, на ближайшее будущее, такие планы максимум? Записать, ну, может, не альбом, но несколько синглов точно записать, потому что много накопилось, что надо записать, и мы, наконец-то, вроде как нашли место, где это можно сделать безболезненно, не так дорого, и чтобы всем понравилось. То есть мы вот как раз после концерта будем заниматься звукозаписью нашей песни. Для чего вот, ну, для чего вам это нужно? Ну, как вот дальнейшее? Ну, вообще все группы, вообще все музыканты, они, ну, как говорится, состоятся, когда у них есть что показать, есть что оставить, потому что очень много музыки, ну, она где-то лежит в столе, или где-то там в телефонах, или еще где-то, или поиграли, забыли, вот. Но как раз вот диск, ну, или какой-то формат иной, там, флешка, или музыка в интернете, в облаке, это как раз результат работы. То есть можно на концерте здорово играть, но когда у тебя нет результата, это немножко самим музыкантам дискомфортно от этого. А слушайте, вот если говорить, да, о Folk, Bandy, Colicle, 6 лет группе, можете назвать день, час, я не знаю, месяц, ну, или хотя бы год, когда вы проснулись знаменитыми? Вот когда вас узнали, вот по вашим ощущениям? Ну, знаменитый, наверное, в нашем городе. Так точно я дату не скажу, но было несколько успешных концертов, куда приходили одни и те же люди. То есть это о чем-то говорит. Но точную дату я, наверное, вам не назову, к сожалению. То есть вот ближайший концерт, который состоится буквально через несколько дней, это вот еще одна ступенька к той самой знаменитости, когда просыпаешься и понимаешь, что да, я знаменитый. Ну, наверное, да. Ну, видите, сейчас такое время у нас, время интернета. Да, действительно, можно проснуться, вернее, заснуть и проснуться знаменитым благодаря какому-то ролику или еще чему-то. Да, мы идем к своей победе, мы идем к своей цели. Может быть, не такими быстрыми и большими шагами, как бы нам хотелось, но, тем не менее, мы движемся. За год сколько успеваете новых каких-то, я не знаю, произведений сделать, записать, выучить, отрепетировать? Вот насколько часто вот эти программы меняются? Ну, уж не будем говорить так прямо программы, но, естественно, песни новые добавляются, да, какие-то блоки добавляются. Вот сейчас мы тоже выстроили блок из известных песен, то есть не только фолькверных, а вот они как бы народные, но на слуху у людей. И вот тоже готовились, по-моему, будет 4 или 5 вот таких вот песен, которые у людей на слуху. Сергей, можно много говорить, 4 пригласительных у нас есть, наши зрители выбрали, а от вас еще приглашение для тех, кто не дозвонился, но очень хочет пойти, когда и куда. Дорогие телезрители, дорогие друзья, всех ждем 10 июня в пивоварне «Макс Брой» в 19.00. Приходите, пожалуйста, места будут, будет весело, будет здорово. Спасибо большое, я напоминаю, наш гость сегодня, музыкант, мультиинструменталист, фронтмен, фолк, бэнда, колокол Сергей Маленкин. Сергей, спасибо вам большое. Спасибо вам.